здравствуйте мои дорогие меня зовут шанара запрашиваем я долго не решалась записывать это видео почему потому что ну думала не так поймут поймут что я иду эти шаги что подписывать людей нет я не для этого я переболела года два назад в 2016 году юне 1 праздник детей я услышала свой приговор как говорится мы так приняли думала все конец света мне поставили диагноз ршн это рак шейки матки было тяжело очень даже тяжело я не могу это описать я до сих пор я не могу этот день запыть и не это невозможно что я вам хочу сказать да не положили больницу естественно я согласилась потому что у меня трое детей прекрасных я благодарна богу что они у меня есть я не знаю если их не было бы я ложилась больницу или нет я не могу сказать вот единственный что у меня дети они еще молодые самый младшему самому младшему было тогда 12 лет вот положили больницу он кого онкологии пролежала два месяца мне назначили лучевую терапию если кто сталкнул сталкивался этим с этим они знают что это такое да это тяжело после лучевой как себя чувствуешь даже после двух месяцев как я как меня выписали дома я месяц лежала как овощ понимаете как овощ слабость ничего не охота есть я была 63 килограмма весом до болезни естественно я похудела из того что я не ела не было аппетита кратце я хочу сказать я два года по боролась естественно после онкологии на сто процент никто не вылечивается я даже просилась на химию мне сказали нет вот пока будем наблюдать регресс хороший сказали да и что уже два месяца после больницы знаете не охота были болячки после лучевой лучевые болячки это страшные болячки у меня сказать у меня кишечник поверхностный калит хронический калит поставили идет идешь один раз к врачу ставит один диагноз идешь другой раз другой диагноз ставит я если честно после больницы я как бы сказать у меня своя комната спальная и вторая комната была туалет сам две комнаты я даже до кухни не доходила не то что ходить могла слабо но мне было не охота сидеть на кухне со всеми вместе есть почему потому что я была на диете строгой я ела на воде овсянку без соли без сахара сами понимаете и и так нет аппетита и есть такое это тяжело не идет рвоты были после этого я туалете понимаете три часа буквальном смысле три часа сидела в туалете до сидела я даже бывало засыпала там от слабости встать не можешь с туалета с унитаз почему но это все подробности я не могу вам передать почему потому что постоянные позывы ложные позывы если даже не ложный позыв это очень тяжело кишечник моторика не работает кишечник не работает как бы я чувствовал что у меня кишечник умер вот мой орган он умер он не реагирует а потом были страшные боли почему я это все вам рассказываю и иду я направляет меня гастроэнтер гастроэнтерологу они мне выписывает на 80000 на 60000 таблетки уколы разные разные биодобавки разные не помогает понимаете берешь но не помогает ждешь надеешься не помогает ничто в общем месяца два-три я вам хочу сказать я ходила потом перестала ходить к врачам сидела в интернете ю тубе google искала я искала выход я должна что-то я еще забыл сказать и постоянная кровь понимаете постоянная кровь это страшно это страшно каждый день видеть кровь я искала увижу так и так лежу я только с интернетом я искала народный медицин я лечилась народной я не буду лукавить что мне не помогло мне помогло какой-то части помогло я не ленился только собой занималась собой только занимался никого не утруждала детей я тоже они сами по себе они молодцы меня поддерживали но они не знают чем помочь они не врачи я старалась сама я каждый день у меня два-три часа утром два-три часа вечером процедуры были чем я занималась я травами ну какие процедуры были я лечил с травами маслами оливковое масло льняное масло травой календула кора дуба это очень тоже тяжело и сложно кора дуба вроде бы помогает но вызывает запор календула я промывала все я сама себе делала клизмы на этой почве что я постоянно тужилась у меня внутренний геморрой появился это у меня были после лучевые язвы кишечники как вам сказать ну как наши 100 тенге почти размером 2 язвы были в общем я хочу сказать да язвы ушли у меня слава богу помогал благодаря травам маслом язвы ушли но это был долгий очень долгий процесс где-то за 8 месяцев представляете и постоянная диета вот но геморрой я не могла переобороть геморрой это страшная вещь я что только не делала все делала вот эти свечи релиф натальсид анузол анестезол ой даже я забыла очень много свеч я все метурацил конечно ничего не помогло и понимаете я за эти вот два года когда я дома вот лечилась вроде бы у меня калит как бы сказать отступила я начала немножко поправляться все было хорошо думала все единственная проблема у меня остался геморрой естественно у меня на коже были проблемы что еще зрение ухо училась в общем организм пострадал и устроилась на работу вы знаете у меня энергия появилась я хотела работать хотя это я в этой работе никогда в жизни не работала я работала в охране почему потому что я больше никак нигде не смогла у меня зрение ухо училась плохо вижу других местах работать это в общем единственный выход это для меня была охрана я сидела нормально я не могу сказать мне нравилось естественно мне не нравилось это сутки работает но там было условие из-за условия я пошла туда месяц отработала пару получила зарплату и вы понимаете я пошла в баню соседям я упала кафель был такой скользкий я упала я упала и сломала себе руку вот эта рука вот видите я еще не могу двигать не все функции вот смотрите выше не могу еще поднять она сломана и лежала вы знаете я потеряла там сознание была одна лежала естественно там кафель холодной и плюс цистит ну как цистит после лучевой у меня мочевой пострадала у меня чуть-чуть такие были диска такой был дискомфорт но я так как я у меня другие сильные болячки были я на это внимание обращала на этот раз цистит у меня был острый это невыносимые боли до утра я нюс не спала если честно я ходила бродила по дому все спали я бродила ничто не помогло фурадонин так и так после еще полин какие-то дорогие лекарства не помогло цифазолин тоже не помог пять дней я получала цифазолин мы сильно острые бор боли немножко ушли а так не помогло к чему это я все и почему я снимаю это видео инстаграм я напишу внизу знаете что что не случись все к лучшему говорят и это правда и я в это в этом уже убеждаюсь почему потому что когда я лежала я всегда искала вы естественно у меня подруга живет в астане она жила у нас городе в уральске потом переехала в астану вот она мне предлагала постоянно компанию baby лагает продукцию зеленые капсулы она предлагала я сетевым бизнесом очень близко знакома да я очень много трудилась тоже бывало я не буду на говорить таких сетевых но я была разочарована почему потому что я по характеру такой человек я иду на результаты тогда когда я не болела я занималась сетевым я шла на деньги я шла на деньги я хотела заработать ради детей естественно ради семьи я хотела заработать много денег понимаете у меня не получилось не то что у меня получилось у меня большая огромная команда была я даже золотым директором было все в прошлом но компанией меня разные компания разочаровали если остановиться и на это бебек или как получилось она если честно месяцев шесть меня уговаривала не то что уговаривала она мне предлагала сказала попробуй шанара попробуй я разные результаты слушал его по ютюгу я разные отзывы читала но я не шла не знаю почему но я не шла значит я не верила все равно не верила там профессора работает там такие доктора с опытом многолетним работает но я почему-то все равно не верила и в тот момент когда у меня была рука сломая сломанная рука сами понимаете это ночные боли страшные и плюс цистит острый я прогул не желаю вот это состояние я сама взяла позвонила подруге я не знаю ожидала она не ожидала я звонила я и сказала а до этого я как-то вроде бы решилась принимать этот эти капсулы мне везде когда идет позитив негатив рядом параллельно идет всегда идет негатив это нормально и мне позвали я когда советовалась вот советоваться не нужно оказывается мне сказали ты что жанара там наркотик ты будешь зависима и отчет остановилась на этот раз я и звонил в прямом смысле я и говорю на слову срочно мне дай капсулы я не знаю как хочешь мне нужны капсулы я деньги передам или как у нас уральский то есть найди мне срочно капсулы я говорю я даже готова быть наркоманкой остальная всю оставшуюся жизнь я готова быть наркоманкой но я хочу попробовать вот это зависимость я не знаю я естественно уже ознакомлена с продукцией там нет никакого наркотика насчет зависимости мы все люди всю жизнь зависимы пил чай особенно мы казахи пьем чай без чая мы не можем густой хороший с молоком чай мы же пьем мы же ищем ее хлеб мы тоже без хлеба тоже не можем и могли мы почему это говорю вот это зависимость потом она мне естественно передала в тот же день и она мне сказала жанара только надо утром утром и вы знаете я так ждала утра мне было больно мне было страшно больно я ждала утро так долго так долго утром приняла одну третью часть первый день я ничего не замечаю второй день у меня цистит обострился у меня страшное при страшное боли были я пухла вся у меня поясница начал болеть я звоню и у меня такие такие жанара не останавливайся пей разрешилось второй день третий день четвертый день и представляете на пятый день у меня отступил цистит и они стала часто бегать и мне не больно было ходить туалет что я вам хочу сказать у меня укрепились ногти понимаете я всегда хотя болела лежала я всегда ухаживала за собой я всегда делала и окрасила ногти и последнее время я не могла почему потому что они слоились вот у меня ногти они жесткие такие хорошенькие и на коже у меня после лучевые какие-то пыли я не знаю что я даже и не обращалась к врачу у меня какие-то были примерно вот так вот у меня здесь было кругленький такой и он цветом не меняется как моя кожа и и только так невооруженным глазом он незаметен а просто когда вот гладишь она шершавая и это было у меня везде я не понимала и она шелушилась сама по себе я на это и внимание обращала думал со временем пройдет и представляете на 6 7 дни у меня я просто больная рука я всегда глажу делаю массаж и один прекрасный день я чужой и не нашла нету у меня осталось на ногах я мог могла бы сейчас показать но вы знаете и и не увидите цветом не меняется просто когда гладишь можно на ощупь и на ноге у меня тоже тоже такого же размера была и она уменьшилась понимаете она уменьшилась первую очередь я благодарна что у меня нормализовалась же кота же кота и же кота я каждый день хожу и без боли и главной без крови понимаете я хожу без крови это такое счастье это это не передать словами я туалета не боюсь я раньше ненавидела туалет вот дома туалет вот дверь туалет и я ненавидела я туда шла как каторгу как на пытку шла ничего не болит же кота нормализовалась вот который день нет крови слава аллаху что у меня еще какие изменения бодрость да я я бодра и я сейчас хочу работать я хочу все перевернуть я хочу дома все переставить я хочу дома делать такую хорошую огромный уборку я все хочу как говорится энергии слава богу но естественно у меня сейчас рука и из-за руки я делаю я на кухне сама я сейчас я соскучилась по кухне я люблю готовит у меня кухню на кухне я почти ничего не делал почти месяц я сейчас готовлю вечером уж приходится работая сейчас сама готовлю потихоньку мою посуду я не сижу сложа руки я даже полы мою потихоньку что я вам хочу сказать не то что я не хочу вам сказать подписывайтесь нет когда через все это я прошла я вам серьезно говорю да деньги хорошие но для меня это на втором плане деньги на втором плане почему я сняла видео я хочу чтобы вы услышали услышали элевет действительно помогает на своем опыте я не хочу чтобы я не настаиваю я не умоляю вас что вы подписались если считаете нужным если хотите поближе познакомиться действительно поделиться узнать пожалуйста я оставлю но свяжитесь со мной да у меня немножко я говорю сейчас некоторые слова наверное не ясно меня я не знаю может это элевет действует у меня я не могу объяснить немножко боль вот здесь но сейчас немножко более-менее первые два дня вообще больно было кушать сейчас более-менее во рту я не настаиваю пожалуйста звоните я вам всем отвечу передайте друзьям передавайте друзьям мое видео я хочу помочь понимаете я хочу помочь я знаю очень много людей страдает от из-за кишечника не то что взрослые сейчас дети страдают у каждой второй запор у каждой второй запор у детей маленьких почему потому что я так думаю они маленькие они не успели все подряд есть то что нужно не нужно неправильное питание они еще не успели я так думаю это я думаю что они когда кормили грудью родители мама естественно ела естественно мы едим все подряд у нас аппетит хороший мы кормим я думаю тогда уже у них киши кишечник пострадал пожалуйста я именно говорю пожалуйста распространите это видео и вы поможете людям свяжитесь со мной если хотите поближе узнать я очень вам благодарна заранее благодарна что вы услышали меня ставьте лайки передавайте видео пока пока здравствуйте уважаемый зритель моего канала благодарю вас что до конца досмотрели мое видео если вам интересно и хотели бы получить больше информации об американском продукте эмиссии компании бепик которая работает у двухстах семидесяти стран мира и узнать отзывы многих людей которые выздоровели и счастливы и лев 8 это функциональное клеточное питание 21 века которая улучшает качество и продление жизни на 20-30 лет и омоложение лица на 10-15 лет профилактика более 700 заболеваний дает людям уверенность надежность и финансовый комфорт помогая реализовать устремление мечты с моей стороны в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка приглашаю вас на презентацию и посетить онлайн конференцию в прямом эфире регистрация бесплатная желательно заполнить все ваши данные чтобы я смог с вами связаться вам на электронную почту придет логин и пароль и забронируйте место на конференцию вход в аудиторию осуществляется по следующей ссылке который находится под видео ставим лайк и подписываемся